Астана Павлодар Назар Ахмаров продолжит. Комфорт, качество и скорость. Такая задача стоит перед строителями магистралей в Казахстане. Как и в каком объеме выполнены работы, проверяют каждую неделю. Многослойное дорожное покрытие строители называют пирогом. Верхняя часть этого пирога бетонная. Его толщина должна быть не меньше 27 сантиметров. На этом участке дороги больше 30. Строить плохие дороги подрядчикам невыгодно. Переделывать и ремонтировать покрытие придется за свой счет. Проведем несложный тест, определяющий качество дороги. Попробуем что-нибудь написать в этой записной книжке. Наша скорость примерно 80 километров в час. Тест пройден. От Астаны до Павлодара около 500 километров. Ремонтируют сразу весь автобан. Для объезда водители используют проселочные дороги. Мы же смотрим в будущее, что дорога-то будет на следующий год, да, через год. Погода в этом году не давала много. Дождей много было. Ну, думаю, сделают все-таки. Новая дорога позволит значительно сократить время в пути. Не только благодаря хорошему ровному покрытию. Здесь построили самый большой мост через Иртыш и его пойму. Сейчас я нахожусь, пожалуй, на самом впечатляющем участке дороги – Астана-Павлодар. Это самый длинный мостовой переход в Центральной Азии. Его протяженность больше 12 километров. Для его строительства понадобилось 150 тысяч кубических метров бетона. Этот объект уникален по многим показателям. Например, эту арку поднимали и устанавливали не кранами, а домкратами прямо с моста. Впервые в мире помогали казахстанским строителям специалисты из России. Это Тюменские мостотряды, которые имеют огромный опыт в строительстве таких мостов. То есть они, когда производили сооружения, производили работы по этому, они делились своим опытом. И в данный момент у нас сейчас есть такой косяк и инженеров, и высококвалифицированных рабочих, которые уже, ну, допустим, не на 100%, но процентов на 80 могут произвести такие работы сами. Благодаря мосту жители двух городов стали ближе друг к другу. Улжаска-Быкент живет в Аксу, а работает в Павлодаре. Раньше в областной центр добирался с пересадками, а это занимает много времени и средств. После открытия моста все изменится. Ну вот на данный момент я добираюсь до Павлодара примерно за час и стою на работу. Пол седьмого, я думаю, после строительства моста, вот, я сэкономлю свое время и буду высыпаться. Мост планируют открыть 16 декабря, в день независимости Казахстана. А с окончанием строительства дороги по нему начнут движения грузовики из самых разных стран. Автобан Астана-Павлодар станет частью транспортной артерии Западная Европа, Западный Китай. Назар Ахмаров, Федор Фролов, МИР24. На строительстве дороги Астана-Павлодар по антикризисной программе Нурлы Жол в этом году выделено около 200 миллионов долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова